Астамур Хитскурович, приветствуем вас. Как мы все хорошо понимаем, приближается туристический курортный сезон. Кстати говоря, я читала многое о том, что он немного сдвинулся, и уже даже май, в принципе, можно считать началом такого сезона. Расскажите, пожалуйста, как готовится министерство к сезону, что предпринимается. Конечно, нас больше всего интересует именно та сфера, что делается для того, чтобы привлечь сюда, в Абхазию, как можно больше туристический поток. Министерство ведет свою работу в штатном режиме и с года в год проводит мероприятия по привлечению туристов в нашу республику, то есть увеличение турпотока. Как это происходит и как это все складывается, я вам сейчас в деталях расскажу. Вы знаете, что реклама на больших средствах массовой информации и так далее стоит больших денег. Исходя из этого, мы оптимизировали все затраты и пришли к такому варианту проведения рекламных туров. Что такое рекламный тур? Туроператоры большие, которые сегодня работают у нас в республике, они собирают все своих агентов, турагентов, которые расположены на территории Российской Федерации, привозят нам в республику и мы для них проводим рекламные туры. Мы знакомим с нашими объектами размещения, то есть домами отдыха, пансионатами, гостиниц, с инфраструктурой, с объектами туристического показа, то есть озеро Рица, Новофонская пещера и так далее, где они воочию знакомятся с нашей республикой. Потому что работа турагентов, это она важна. Это те люди, которые непосредственно контактируют с туристами, которые планируют приехать к нам в республику. Правильно ли я понимаю, что это проводится раз в год или это проводится чаще? Да, вот такой рекламный тур. Да. Хотелось бы также подметить, что помимо рекламных туров, также проводятся пресс-туры. То есть приезжают журналисты того или иного издательства и для них также проводится пресс-тур, тот же самый рекламный тур. Данные мероприятия проводятся на регулярной основе. Они могут проводиться как и в преддверии курортно-летнего сезона, так и по окончанию. То есть почему мы проводим по окончанию? Мы все время говорим, что и в межсезонье мы тоже можем принимать здесь людей, которые могут также отдохнуть и провести хорошо здесь время. Кстати, вот это тоже интересная тема. Наверняка у вас есть какая-то статистика, вы что-то ведете и отслеживаете. Я знаю, что, например, 2021 год был очень удачным в смысле посещение, самое большое число посещения туристов в Абхазии. Вот мне интересно также знать, как вы наблюдаете, выросло ли в межсезонье количество людей, которые сюда приезжают и с чем это связано? Да, конечно. В межсезонье есть увеличение потока. Это связано с тем, что в курортно-летний сезон, вы все прекрасно здесь знаете, что у нас определенный номерной фонд, ограниченный номерной фонд. И, естественно, в курортно-летний сезон невозможно принять большое количество гостей. Тем самым, что происходит? Происходит увеличение самого сезона. Начинается загрузка, грубо говоря, с майских праздников, и она стабильная, и продолжается, грубо говоря, до октября месяца. Тем самым сезон сам увеличивается. Он расширился. Да, он расширяется из-за того, что ограниченный номерной фонд, расширение просто увеличение самого сезона происходит, из-за этого мы принимаем больше туристов. Вот еще интересно, когда вы говорили о пресс-сторе, да, и о том, что вы приводите, о каких изданиях, где они потом печатают эту информацию, которую получают здесь о наших курортах? Вот где это появляется? Это появляется в первую очередь, сегодня уже вы знаете, и все прекрасно понимают, что 21 век, у каждого издания есть свой сайт, свои странички. Это такие большие издания, как Аргументы и Факты, которые к нам приезжают, также и региональные издания, которые расположены по всей территории Российской Федерации. Хорошо, скажите еще, пожалуйста, вот интересно знать из тех, скажем, объектов посещения, которые существуют в Абхазии, какие наиболее популярные, и может быть есть еще идеи о разработке других каких-то таких вот объектов? Ну, самые популярные, конечно, это так называемые наши визитные карточки, это Арицинский реликтовый национальный парк, включает в себя очень много объектов турпоказа, это Голубое озеро, это Малое Арица, само озеро Арица, город Новый Афон. В городе Новый Афон, он вообще, на мой взгляд, подходит в самый идеальный вариант, потому что там в шаговой доступности расположено очень много объектов турпоказа, историко-культурное наследие, памятников, что влечет за собой. То есть, туристу не нужно передвигаться на автотранспорте, он может, прогуляясь по городу, посетить все наши объекты турпоказа, ну, или, как говорят в простонародье, достопримечательности. Достопримечательности, да. А как вам кажется, к Сухуму возрос интерес за последнее время, или, допустим, даже к восточной Абхазии? Что вот тут вы наблюдаете? Ну, город Сухум, он всегда находится в тренде, конечно, потому что город Сухум, это столица нашей Родины, и сюда приезжают не только с целью туризма, но так есть такое понятие деловой туризм. Здесь происходят все наши, грубо говоря, экономические вопросы, проблемы, и сюда приезжают люди с целью делового туризма. Что, в частности, если говорить про восточную Абхазию, конечно же, восточная Абхазия, она интересна для туриста, который не первый год приезжает в Абхазию, который уже ознакомился с западной частью, посетил все места, и ему, конечно, для себя интересно открыть восточную Абхазию. А еще вы сказали такую интересную фразу о том, что номерной фонд ограничен. Значит ли это, что если бы у нас было гораздо большее количество хороших гостиниц, и турпоток бы был гораздо больше? Конечно, конечно, безусловно, безусловно, вы правы. Я хочу подвести такую статистику. В России мы воспринимаемся, конечно, они воспринимают нас как внутренний туризм, то есть внутреннее направление своего туризма, хотя мы являемся независимым государством, но тем не менее они нас так рассматривают. Я говорю это не от себя, а говорю это по работе больших туроператоров Российской Федерации, которые работают только на внутреннем российском рынке и не работают за рубежом, и мы включены в их программу. Вот сегодня, если взять, мы входим в топ-3 направлений для российских туроператоров, для российских туристов. Первое место это занимает Краснодарский край, второе место Кавказские минеральные воды и на третьем месте Республика Абхазия. Мне кажется, что то, что они воспринимают это внутрироссийским туризмом, это связано с тем, что они довольно легко пересекают по своим паспортам границу. В этом смысл? Помимо того, что нет никаких искусственных барьеров при пересечении государственной границы Республики Абхазии и Российской Федерации, ключевым самым фактором является безопасность туристов. Понятно. Они чувствуют себя в безопасности? Однозначно, конечно. Они чувствуют себя безопасно. Второй ключевой момент это добраться к нам в Республику. На сегодняшний день вы знаете, какая ситуация складывается в мире. Закрыты те или иные направления авиа, ЖД. То есть им проще сюда добраться. И второе, и третье, извиняюсь, и третье. Мы конкурентно способны на международном туристическом рынке. Сегодня отдохнуть в Абхазии, кто бы как ни думал, дешевле получается, чем, вы знаете, прекрасно, исходя из данных обстоятельств сегодня, чем слетать в Турцию или по другим направлениям выездного туризма для России. Но есть ли у нас такие предложения в этой сфере, которые были бы интересны, скажем так, более платежеспособной публике? Да ведь такая ведь тоже есть. В этом смысле нам есть что предложить? Ну, сегодня, конечно, ценовая политика, она как бы не регулируется, и вы можете отдохнуть от 2,5-3 тысяч рублей и до бесконечности. В нашей восточной части, нашей республики, конечно, она будет востребована, но, к сожалению, о чем вы ранее говорили, нехватка номерного фонда. Если там будет построено много гостиниц, хороших комфортальных объектов, они по-любому будут заполняться, потому что до этого мы с вами говорили, что Абхазия остается в топе трех стран по направлению. И, конечно, если мы предложим качественный номерной фонд, где они смогут разместиться, получить дополнительные услуги, в этом плане, я думаю, наши коллеги, российские туроператоры заполнят. А еще я вот слышала о том, что, в частности, даже читала где-то какие-то отзывы, комментарии от российских туристов, когда готовила к передаче на разных сайтах, о том, что есть ли у них, есть какой-то такой, скажем, дефицит информационный в этой сфере иногда. В этом смысле что делается? Вот есть ли какой-то сайт, какой-то один исправочный сайт, куда можно зайти, найти всех там, скажем, все гостиницы, все официальные достопримечательности? Вот в этом смысле что делается? Есть официальный сайт Министерства туризма Республики Абхазия, там есть телефон горячей линии, куда могут обратиться потенциальные наши гости, туристы, и получить ту или иную информацию, интересующую их. Также на сайте есть информационный реестр объектов, он заполняется на добровольной основе. Если владелец или ательер хочет разместиться, чтобы его объект был у нас на сайте, чтобы турист, когда заходил, получал достоверную информацию, адрес объекта, официальный сайт объекта, контакты объекта, это делалось для того, чтобы предотвратить мошеннические попытки. Вы знаете, сегодня мы говорим о липовых мошеннических сайтах, но на самом деле процедура эта очень сложная. Они все располагаются на сопредельной территории. И чтобы их заблокировать, нужно решение суда. Роскомнадзор, есть такая организация в России, она их может блокировать только по решению суда. Обратно же, если какой-то происходит прецедент, то есть человек попал, обратился, и во избежание вот этих всех таких бюрократических проволочек, чтобы, ну это же бьет по имиджу и репутацию нашей республики, для этого есть телефон горячей линии, информационный реестр объектов. Мы постоянно говорим отельерам, чтобы они давали свои данные, чтобы человек не попадал, и в первую очередь отельер тоже пострадает. Если ему продаст путевки на левом сайте, к нему приедут, а он оказать услугу не может, и возникают вот такие рода проблемы. — Говоря, кстати, об отелях, есть ли у нас какое-либо отслеживание уровня их, они имеют разные звезды, пятизвездочные, есть четырехзвездочные, происходит ли, скажем так, какая-то регулярная проверка того, как они функционируют, и есть ли какой-то рейдинг? — Я извиняюсь, конечно, я вас хотел бы поправить, в Абхазии нет понятия звездности, потому что в законе о туризме, о туристической сфере, нет понятийного аппарата понятия классификации, соответственно, нет подзаконного акта, регулирующего данную деятельность. — Это очень интересно, потому что они себя обозначают звездами. — Они себя обозначают, это так называемый маркетинговый ход, чтобы было легче продаваться, потому что турист, который постоянно посещает те или иные страны зарубежного направления, ему проще сориентироваться, когда он понимает, что три звезды, четыре звезды, то есть какое качество обслуживания, какие услуги будут предлагаться на данном объекте. — А скажите, пожалуйста, почему нет этой системы, и в чем тут проблема? — Ну, этой системы нету, потому что, как до этого я сказал раньше, мы сейчас работаем над изменением закона о туризме, он уже устаревший, не соответствует данным реалиям сегодня, которые происходят у нас, и, естественно, там нет понятия, что такое классификация. — Когда там будет понятие, что такое классификация, то есть под законным актом, постановлением, положением, мы уже разработаем классификацию и применим ее к нашим объектам. — Хорошо, и последний вопрос, который я хотела бы уточнить. Есть ли сейчас какие-либо предположения о том, сколько в этом году могут посетить туристы в Абхазию? — Вы знаете, как, если туризм воспринимать как живой организм, то туризм не имеет иммунитета. — Что это значит? — Я вам сейчас объясню, о чем я говорю. То есть какие-либо колебания, там, политические, экономические, глобальные, моментально отражаются, то есть туризм не защищен в этом плане. На сегодняшний день картина бронирования, она кардинально изменилась по сравнению с тем, что было пару лет назад. Пропала глубина бронирования. — А что это значит? — То есть если раньше туристы за полгода зимой бронировали свой отдых, что они поедут, то есть не просто бронировать, а бронь была проплачена, мы 100% знали, что люди приедут. На сегодня бронирование составляет, после коронавируса, пандемии, она была около двух недель, на сегодняшний день неделя. То есть за неделю люди принимают решения. — Они не планируют далеко, потому что не знают, что поменять. — Да, совершенно верно. Исходя из всего того, что происходит на сегодняшний день. И поэтому на сегодняшний день мы берем в пример всегда, ориентируемся на майские праздники. — Майские праздники в Российской Федерации сегодня, они в выходные дни распределены так, если я не ошибаюсь. С 29-го по 2-е, со 2-го по 5-е рабочие дни и с 5-го по 9-е снова выходные. И вот смотрите, какая ситуация сложилась. Значит, с 29-го по 2-е бронирование слабое, а вот с 5-го по 9-е почти 100%. — О чем это говорит? — Это говорит о том, о чем я ранее говорил вам, что вот за неделю люди раз спланировали и поехали. Ну, конечно же, безусловно, мы являемся в топе трех направлений. Естественно, курортно-летний сезон пройдет хорошо, заполняемость будет, все будет хорошо и нормально. — Если не будет каких-нибудь катаклизмов? — Ну, естественно. — Будем надеяться. — Да, конечно, конечно. Курортно-летний сезон пройдет стандартно. — Спасибо вам большое, что пришли отвозить на наш вопрос. — Пожалуйста.